Александр Саламович, увидел вас на Чертаново. Да, Чертаново играет сегодня с Волгарем. Что вы здесь делаете? Есть Чертаново-кандидаты, вы хотите на Пеняева посмотреть? Ну, вопрос я понял, он немножко с юмором. Понятно, мы смотрим за молодыми ребятами, тем более сегодня награждение. Мы награждали Алаев, Галактенов и я, награждали победителей прошедшего турнира. Но про Пеняева вы что-то можете сказать? Потому что много разговоров. Сказать-то можно много, и другое дело, что молодой футболист, который должен развиваться, его в том возрасте надо пока оставить в покое. Есть определенные способности, которые дают ему возможность здесь себя проявлять, естественно, развиваться. Надеемся, что в городе большого футболиста. 18-го у вас сбор начинается в Сочи. Когда будет у вас список кандидатов и что вы будете делать? Наверное, это будет Головин, Миранчук, если они будут там. Куда они полетят? Сочи или сразу на Мальту? Ну, список кандидатов уже есть. Окончательный мы назовем 15-го числа. Кстати, приглашаем вас. Надеемся, что у нас получится уже воочию поговорить, а не по Zoom. Ну, сейчас этот вопрос прорабатывается. Как сделать правильно логистику, потому что у них 21-го играют все, у них тур, мы 22-го улетаем. Поэтому, ну, давайте я не буду пока голословным, чтобы не сказать то, чего не будет. Ну, естественно, наверное, нет смысла сюда лететь, потому что опять улетает. Ну, посмотрим. Ну, вы расскажете, Дзюба будет вызван? Дзюба будет вызван. Ага. И будет капитаном. И будет капитаном. Вопрос про сегодня в интернете. Появилась информация о том, что будет сбор не в Австрии традиционно, а сбор будет в Сочи перед Евро. Это правда? Уже есть какая-то логистика перед Евро? Это неправда. Не знаю, откуда вы это взяли. Еще раз говорю, слухов всегда много. Ну, вот это я первый раз от вас слышу. Все, извините. То есть в планах, как есть, Австрия по-прежнему, да? Понял, спасибо. Спасибо, рады вас видеть.